Первая и пока единственная на Сахалине машина пылеподавления работает по принципу двойного управления, ручного и дистанционного, так что привести ее в движение можно и на расстоянии. Туманообразующая мобильная установка, как правильно называется новинка, спасение от угольной пыли, насущные проблемы для каждого порта, который занимается отгрузкой черного камня. Новый агрегат покрывает угольные горы слоем воды. При минусовой температуре защитой становится ледяная корка, а когда столбик термометра поднимается выше нулевой отметки, уголь спасает влага. Машина работает по схожему принципу с установками для искусственного оснижения склонов на горнолыжных курортах. Но здесь масштабы куда меньше. За час работы она обрабатывает около 250 квадратных метров поверхности. Еще ее дополнительная работа будет, это когда сформируется угольный штабель, он уплотняется, чтобы не было поступания кислорода. И сверху эта машина будет покрывать его ледяной корочкой, где-то до 10 миллиметров. И распространения пыли не будет, доступа к кислороду в угольный штабель, и увеличится срок хранения угля. Новая техника стоила предприятию 28 миллионов рублей. Однако сумма вполне оправдана. Машину собирали под заказ, доставили ее меньше недели назад. Результат, как говорится, налицо. Воздух стал чище, а снег на территории предприятия белого цвета. К тому же оборудование защищает уголь от самого сгорания. Управляют машины и специально обученные сотрудники. Им рассказали об особенностях эксплуатации в летний и зимний периоды. Ну, летом все управление в кабине для распыления воды. А зимой, дистанционное управление, вот пульт управления, ящик вот этот синий. А остальное летом все в кабине. Уже в этом году на помощь действующей машине придет новое оборудование – мобильная вакуумная установка. Она будет помогать в борьбе с пылью и россыпью. Так, в самом крупном угольном терминале Сахалина сохраняют чистоту окружающей среды.